Не зря когда-то воду назвали источником жизни, а для Центральной Азии она еще важный энергетический ресурс. Его-то и задействовал Таджикистан для того, чтобы выбраться из энергетической изоляции. Из-за нее электричество жителям республики в зимнее время подавали лимитировано. Но в этом году, возможно, этого уже не будет. Гидроэнергетика Таджикистана наращивает мощь. Да так, что готовы уже продавать излишки электроэнергии соседям. Эта небольшая речка спасает от мрака несколько домохозяйств Джамуата Работ. Она уже третий год снабжает почти 500 домов электроэнергией. Даже в осенне-зимний период у людей было бесперебойное электричество в доме. Ширкенская ГЭС – это экологически чистая электростанция. Для вращения турбин здесь используют перепад русла реки. Вода падает с 30-ти метровой высоты. И за счет этой силы станция выдает электричество бесперебойно. Эта малая ГЭС работает уже более двух лет и 20 часов в сутки обеспечивает светом 500 домохозяйств ближайших сел. Последняя зима была очень суровой, но, несмотря на это, мини на минуту не отключили электроэнергию. Не использовали все возможности для обеспечения населения электричеством. 576 киловатт-часов электроэнергии полностью обеспечивают ближайшие кишлаки электроэнергии. А летом достаточно работы даже одной турбины, поскольку в летний период потребность в электричестве невелика. Излишки электроэнергии и снижение потребления электричества – это проблема всех электростанций. Даже на крупнейшей центрально-азиатской Нурекской ГЭС. Но в зимний период здесь приходится выдавать электроэнергию лимитированно из-за снижения уровня воды в реке Вахш. Зима нынешнего года была очень суровой для Таджикистана, но все-таки сумели в лимитном порядке обеспечить электричеством, население и экономику страны. Только в начале марта мы смогли увеличить подачу электроэнергии. В марте подача электричества была увеличена, но лимит не был снят вплоть до середины апреля. Это при том, что последние два года лимит снимали аж в начале марта. Морозная погода привела к снижению уровня воды на реке Вахш, что привело к введению лимита. Электричество подавалось 80 часов в сутки. Мы тоже не могли использовать в высшем мере объемы воды в водохранилище. Поскольку уменьшение воды в водохранилище могут привести к очаровательным последствиям. Нагрузка нурекской ГЭС должна быть снижена, потому что мощности этой ГЭС, прослужившей 42 года, больше недостаточно для полного обеспечения потребностей Таджикистана и ближних стран в электроэнергии. Поэтому в республике пятый год уже реализуют программу по развитию малых ГЭС. В рамках данной программы предусмотрено строительство малых ГЭС в три этапа. Первый этап прошел до 2013 года, сейчас идет средносрочный период, который продлится до 2015 года. А третий этап будет реализован с 2015 по 2020 годы. За этот период ожидается строительство в 189 малых ГЭС. Несмотря на нехватку электричества в своей стране, Таджикистан, тем не менее, намерен продавать энергию в соседний Афганистан. Там в электроэнергии нуждается круглый год. А в Таджикистане в летний период вода в нурекской ГЭС излишне выбрасывается. Если бы была высоковольтная линия до Афганистана, то республика смогла бы улучшить материальное состояние. Летом мы выбрасываем до 3,5 миллиардов метров воды. Если бы была линия электропередач, поставляли электроэнергию Афганистану по 3,5 цента. Это помогло бы восстановлению агрегатов и покупку новых основных отраслевых оборудований. Мы сейчас импортируем электроэнергию в Афганистан, но в очень маленьких объемах. Была бы возможность поставки как минимум 25 мегаватт, ситуация бы изменилась в лучшую сторону. Как говорят энергетики, купить таджикскую электроэнергию в этом году желает и северный сосед Кыргызстан. Энергетическая система республики Кыргызстан схож с нашей. В этом году из-за стуровых морозов нехватка электроэнергии ощущалась в этой стране. В СМИ появились заметки о том, что Министерство энергетики Кыргызстана заявило, что у них маленький запас воды и в летний период, так как у нас больше возможности производства электроэнергии, они намерены импортировать электричество из Таджикистана. Из единой энергетической системы Центральной Азии Таджикистан отключили в 2009 году. Республика нуждалась в миллиардах киловатт-часов, но за последние пять лет Таджикистан наращивает свою энергетическую мощь. В случае ввода в эксплуатацию первого агрегата строящиеся крупные ГЭС, жители Таджикистана забудут, что такое лимит.